Встреча началась с поздравлений с Международным днём космонавтики. За ними последовала презентация, рассказывающая об истории отрасли и великих первопроходцах Константине Циолковском, Сергее Королёве и Юрии Гагарине. Затем ребята увидели видеоролик о полёте Сергея Прокопьева. Это был очень интересный, насыщенный полёт, в котором было очень много неординарных вещей, с которыми экипаж отлично справился, экипаж был очень хорошо подготовлен. И в этом плане можно сказать, что полёт прошёл очень успешно и удачно. И самое главное, что никакие нештатные ситуации не вывели нас из строя. Задачи все были выполнены, все эксперименты проведены. Сергей Прокопьев отметил, что перед стартом космонавтам удалось познакомиться с Валентиной Терешковой, приехавшей проводить экипаж. Он рассказал, что подготовка к путешественную орбиту начинается задолго до полёта. Командир корабля «Союз МС-09» рассказал, что после успешной стыковки экипаж присоединился к находившимся на Международной космической станции. Команда в составе шести человек проработала там до октября. Затем предыдущий экипаж под руководством Олега Артемьева отправился на Землю. Мы должны были ждать экипаж следующий, который должен был прилететь 10 октября. Но если вы следили или знаете об этом, произошла небольшая авария ракетоносителя. И этот экипаж, к сожалению, до нас не долетел. Произошла, скажем так, аварийная посадка спускаемого аппарата. И, к сожалению, мы могли только со стороны МГС наблюдать, как корабль вышел в космос. Они разделились. И вместо того, чтобы к нам начать сближение, они, наоборот, растаяли. Оставшимся на МГС космонавтам пришлось подстраиваться под новые условия. Но, тем не менее, эти два месяца прошли успешно. Мы выполнили поставленные задачи и дождались следующего экипажа, рассказал Сергей Прокопьев. Сейчас на станции выращиваются определенные виды растений. В основном это салаты, которые потом в течение двух-трех недель вырастают до более-менее такого размера, что их можно уже в качестве образцов возвращать на землю. В этом случае обычно пол где-то урожая собирается и пакетируется для того, чтобы потом заморозить и отправить на землю. А частично разрешают экипажу воспользоваться для того, чтобы разнообразить собственный рацион. Сергей Прокопьев поделился, что это радостные события, потому что зелени на станции практически не бывает. За время полугодового полета космонавты собрали два урожая. Оранжереи использовались на американском сегменте. На русском сегменте в качестве биологического эксперимента, эксперимент фото-биореактор был, который позволил вырастить определенную колонию водорослей, спирулина. Она, кроме того, что сама является биомассой, которую потом можно использовать в пищу, также она вырабатывает кислород. Гость гимназии отметил, что это был интересный и перспективный эксперимент. Его результаты в будущем могут быть использованы при дальних полетах в космос. Моя задача была все это оборудование собрать, подключить питательные элементы и в течение всего эксперимента производить фотографирование этих колоний, смотреть, как они размножаются, следить за правильностью работы всей аппаратуры. И после выработки питательных элементов заменять их раз в неделю. Могу сказать, что обратная реакция получена, что ученые сказали, если сравнивать точно такой же эксперимент, который параллельно проводится на Земле, намного хуже на Земле проходят они. То есть в невесомости водоросли развиваются намного лучше и продуктивнее. Раз попал на станцию, нужно использовать все возможности, в том числе предоставлять информацию для ученых, считает Сергей Прокопьев. Помимо биологических исследований, космонавты участвуют и в медицинской программе «Человек в космосе». Каждый день что-то делаешь. Тут и заборы образцов, и измерение массы тела производится постоянно. Медицинские эксперименты, связанные с физической нагрузкой. Это и на беговой дорожке, и на велотренажере. Международная космическая станция состоит из двух основных сегментов – российского и американского. У коллег из разных государств много совместных экспериментов. Их участники всегда стараются помогать друг другу, отметил космонавт. Как вы развлекались в свое личное время на корабле, на станции? Это не то что развлечение, но самое интересное занятие, которое есть у космонавтов – это наблюдать Землю из космоса, через иллюминаторы, которых достаточно много на Международной космической станции. И космонавт может себе позволить увидеть то, что другие не могут увидеть. Особенно это касается тех мест, где нога человека практически очень редко выступает. Мне очень понравилась Камчатка, которую также очень приятно видеть, когда много-много вулканов в одном месте сконцентрировано. Несмотря на то, что на станции официально два языка, нашей стороне немного легче, отмечает Сергей Прокопьев. Для американских астронавтов необходимым условием для полета является знание русского, так как на нем ведется бортовая документация. В основном мы, конечно, общались на английском языке, но есть такое понятие, как «рашглиш», «микс» между двумя языками. Достаточно смешно, что когда слышишь одно слово английское, потом фраза на русском, потом опять несколько слов на английском. Такое общение тоже было. Помимо выполнения программы полетов, космонавты общаются друг с другом, смотрят кинофильмы на русском и английском языках, меняются едой и даже устраивают костюмированные вечера. Психологический климат был очень хорошим, улыбался Сергей Прокопьев с удовольствием делившийся с ребятами подробностями жизни на МКС. А спали мы все время в своих каютах, в специальных спальных мешках, чтобы не улетать. И к этому очень хорошо, быстро привыкаешь. Сон в невесомости – это, я считаю, самый крепкий сон, который у меня был в жизни. Сергей Прокопьев рассказал ребятам о том, что бытовые условия на МКС тесно связаны с задачами, которые выполняют космонавты. Например, нельзя допускать утечки воды, чтобы она не повредила приборы. При выходе в открытый космос нужно строго соблюдать протокол страховки и избегать отлета космонавта от станции. Меня зовут Ксения, я ученица 10 класса. У нас назрел вопрос, грунт ли вам страшно или нет. Оказаться в этой атмосфере, вернее, в вакууме – вот это, может быть, и есть небольшой страх. Но самый большой страх – это не выполнить то задание, которое тебе доверили тысячи людей, которые готовили тебя, которые надеются на то, что ты выполнишь свою полностью работу правильно. И вот этот страх, я считаю, более такой важный, который толкает человек готовиться правильно и сделать так, как все положено и нужно. Ребята говорили с космонавтом на разные темы. О том, какие чувства у человека вызывает невесомость, о перегрузках, которые испытывает экипаж, о реабилитационном периоде после полета. На вопрос о том, что нужно, чтобы стать космонавтом, Сергей Прокопьев ответил – мечтать. И добавил, что мечты не сбываются сами по себе. Для их воплощения нужно каждый день что-то делать. Он говорит так. Может быть, в нашей бесконечной вселенной и есть какие-то другие цивилизации, но мы пока с ними не взаимодействовали. У нас еще все впереди. Ирина Масленникова, Иван Хромов, Дмитрий Строгань, ТВС Пущино.